Теперь ближайшие мастер-классы. Как я задумываю эти мастер-классы? Мастер-классы я задумываю таким образом, чтобы каждая тема была совершенно самодостаточна. Во-первых, если я этот мастер-класс провожу, значит, мы по этой теме еще мастер-классов не делали. То есть отдельно выделяю тему, которая может интересовать и стилистов других школ, которые, например, работают с другой системой, им хочется посмотреть, а как там система 16-колоритов. И вот можно прийти не сразу на весь курс и так и обалдеть от количества информации, а прийти на какую-то отдельную тему, продегустировать ее, посмотреть. Также полезно тем, кто ранее выпустился, потому что эти мастер-классы – это новые кирпичики в общую структуру здания. То есть вы выпустились, а у меня есть новые нюансы по этим темам, и спрессованный опыт мы собираем конкретно в этом мастер-классе. Соответственно, сразу и для них это приятная возможность. Ну и, конечно же, мастер-классы входят в текущий поток. То есть вот 14-й поток курса, который сейчас продолжается успешно, девчонки прекрасно справляются с задачами, вот это, собственно, часть их программы. Но она будет как одновременно частью их программы, так и одновременно отдельным событием, к которому можно присоединиться узко на эту тематику. Что у нас, кроме прошедшего 3 августа, мастер-класса «Сложный колорит», который открыл вообще целую серию мастер-классов, он так и будет назвать «Сложный колорит», в которых я буду разбирать именно самые сложные колориты, с которыми больше всего проблем возникают, в том числе и у стилистов, в первую очередь, с позиции стилиста «Сложный колорит». Хотя клиентам тоже очень многим интересно посмотреть на свою палитру и на свои особенности вот сквозь призму этого мастер-класса. Итак, 17 августа у нас будет температура внешности в системе 16 колоритов. Особенная тема, потому что в системе 16 колоритов температура очень нюансно проработана, в отличие от многих других систем, где просто ты определись тепло, ты или холод, и, значит, и всё. Либо ты за холодных, либо ты за тёплых. Одновременно или как бы определённую степень проявленности этой температуры, извини, нельзя. В системе 16 колоритов тоже нет колоритов, которые совсем стоят на границе, но есть колориты, которые очень близко к этой границе подходят, и, соответственно, особенности их температуры очень сильно отличаются от той же самой температуры в крайнем проявлении. То есть получается, что у нас целая градация проявленности температур, специальная систематизирующая всё это таблица, и особенности реакции внешности очень сильно связаны с тем, в какой степени температура проявлена. В общем, долго не буду рассказывать, тема большая и сложная, и приятно, когда в ней разбираешься подробно. 31 августа. Ещё одна проблемнейшая тема «Сёстры сезона». Вот только буквально мне сегодня Инна написала в чате курса, кто видел, девчонки, написала о том, что вот она поняла, в чём проблема, что ей сложно сравнивать сестёр сезонов, потому что они и тут похожи, и тут похожи. Вот что делать? С одной стороны, я думаю, ну, ответ можно дать и развернутый. Думаю, ну, у меня же мастер-класс, который я запланировала, и Инна уже 100% туда попадает. Думаю, так замечательно. Вот и проработаем эту тему подробно, нюансно, и разберёмся, какие нюансы во внешнем проявлении, какие нюансы в реакции, какие алгоритмы, сравнения и самое главное – точное определение. 31 августа. И 14 сентября мы будем завершать уже, соответственно, поток 14-й, и завершим мы вообще новым, глобально новым мастер-класс, который связан с созданием авторского цветового образа. У нас есть много информации внутри курса по психологии цвета и по созданию цветовых образов. Но я вам предложу подход, который всё это, с одной стороны, синтезирует, а с другой стороны, приводит это всё к определённому алгоритму. То есть, чтобы мы в панике не кидались, не хватались за что попало, а очень чётко знали, что нам нужно сделать, чтобы воплотить какую-то свою оригинальную идею в цветовом образе. Как вам ближайшие мастер-классы? Гости, дорогие коллеги и студенты, и выпускники, напишите. Впечатляет? Вот мне лично самой, когда я пишу программу, мне хочется сделать такие мастер-классы, на которые я бы сама с удовольствием сходила, то есть темы, которые реально достойны внимания. Причём достойны внимания совершенно разного уровня гостей. Я стараюсь делать так, чтобы это было и понятно, и достаточно глубоко, чтобы и для новичков, и старичков было одинаково интересно. Продолжение следует...